В такой неформальной обстановке высказать свои предложения проще, уверены организаторы бизнес-завтрака. Обсудить проблемы развития предпринимательства в Край и предложить свои интересные проекты собрались ведущие сочинские бизнесмены. К слову, на Кубани предприниматели стараются поддерживать во всех отношениях. Введены налоговые каникулы, предложены выгодные условия кредитования от некоммерческих организаций, идет хорошее субсидирование, действует и правоохранительная защита. За счет такой благоприятной среды только в Сочи за прошедший год появились более тысячи новых бизнес-субъектов, многие из которых намерены развивать новые формы туризма. Главная тема – это туризм, это курорты, это круглогодичность функционирования сочинского региона. У нас есть предложение по созданию ассоциаций гастротуризма. В Сочи очень много приезжает отдыхающих. Сам Бог велел развивать предпринимательство и в сфере туризма в том числе. Гастро- и агротуризму добавляются экологические и социальные проекты. Уже сейчас активно реализуется программа по трудоустройству инвалидов. Сочинский бизнесмен Станислав Иванченко предлагает подумать и о хобби. Его общественная организация реализует проект по развитию уличного доступного спорта, пароваркаут, кроссфит и поддержка развития ГТО. Это строительство доступных площадок в городе. В каждом микрорайоне строительство небольшой площадки, но самое главное – это не построить площадку. У нас есть программа, уникальная программа по обучению. Есть уже подготовленные волонтеры, которые будут заниматься с детьми, с взрослыми, с социально несущенными слоями населения и с инвалидами. Эту идею уже поддержали на федеральном и краевом уровне. Проекты районных площадок подготовлены. Сейчас обсуждается вопрос и о возведении одной большой спортивной точки в Олимпийском парке. Есть и предложение экологическое. Разработана программа по размещению заправок для электромобилей. В этом вопросе необходима поддержка властей всех уровней. Сегодня предприниматели подготовили предложение по развитию новых форм туризма. Их бизнесмены представят 18 марта уже в деловой обстановке во время встречи с главой города Анатолием Пахомовым.